Республика Татарстан празднует 136-летие со дня рождения поэта Габдулы Тукая и День Родного Языка. В КСК КФУ Уникс состоялся общеуниверситетский маркет вакансий для студентов и выпускников университета. Наш телеканал продолжает рассказывать о научных открытиях года войны в стенах Казанского Федерального Университета. Всем привет! В эфире УниверНьюз, а в студии Зарина Ахмадулина. Делегация Казанского Федерального Университета во главе с исполняющим обязанности ректора Дмитрием Таюрским планирует посетить с рабочим визитом ряд стран СНГ. К настоящему моменту представители КФУ прибыли в Республику Узбекистан. В рамках деловой поездки состоялась встреча главы вуза с ректором Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улукбека Инамум Маджидовым. Республика Татарстан празднует 136-летие со дня рождения поэта Габдулы Тукая и День Родного Языка. О том, как Казанский Федеральный Университет присоединился к празднованию, расскажем в следующем сюжете. 26 апреля жители Казани отмечают День Родного Языка. Студенты и преподаватели Казанского Федерального Университета устраивают мероприятие, посвященное значимости изучения татарского языка для сохранения национально-культурной идентичности. Несмотря на дилектальные и территориальные различия, татары являются единой нацией с единой культурой. В этом году наши студенты прочитали и свои произведения на разных языках, на татарском, русском и английском языках. Традиционно в институте проходят подобные мероприятия, и они проводятся не только ко Дню Родного Языка. 26 апреля исполнилось 136 лет со дня рождения Габдулы Тукая, который вошел в историю татарской литературы как великий поэт и литературный критик. Творческая деятельность поэта продолжалась всего 8 лет. За это время он успел стать символом татарской поэзии. Если Александра Сергеевича Пушкина называют солнцем русской поэзии, то Габдулу Тукая называют солнцем татарской поэзии. То есть Тукая – это символ татарской литературы, татарской поэзии, татарской культуры. И если мы говорим о диалоге культур в масштабе всей страны, то так как все россияне знают Пушкина, так и все россияне знают Габдулу Тукая. Напомним, что активное участие в организации праздником приняла Высшая школа национальной культуры и образования имени Габдулы Тукая. Уже много лет она готовит бакалавров и магистров, знающих литературу и язык татарского и тюркских народов. Поэтому за культурную достоверность мероприятия сомневаться не приходится. Веста Хоббер, Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. В КСК КФУ Уник состоялся общеуниверситетский маркет вакансий для студентов и выпускников университета. Все по подробности узнавала наш корреспондент. Общеуниверситетский маркет вакансий. Под таким названием в этом году прошла ярмарка вакансий для студентов и выпускников Казанского федерального университета. На четырех этажах КСК КФУ Уникс разместились работодатели, предлагающие вакантные должности. В данном мероприятии принимают участие порядка 60 работодателей и полутора тысяч обучающихся нашего университета. Кроме обучающихся, еще и выпускники нашего университета, которых мы приглашали отдельными приглашениями. Во время мероприятия можно было не только получить актуальную информацию непосредственно от работодателей по вакансиям, стажировкам и местам практик, но и пройти экспресс-собеседование. Оставить свое резюме, принять участие в десятке мастер-классов и лекций, которые были посвящены подготовке к собеседованию о составлении резюме и другим интересным темам. Мы двигаемся по тому принципу, что любое карьерное мероприятие все-таки должно нести в себе еще какой-то привлекательный характер. И мы стараемся разбавлять такие мероприятия различными развлекательными моментами. Например, здесь у нас работает в зоне фудкорта, кроме нашего Капита, наши партнеры Баблмани. То есть изготавливают коктейли безалкогольные, соответственно. Далее у нас работает зона фриспейс, где можно поиграть в приставку, поиграть в футбол настольный и так далее. Благодаря маркету вакансий многие также узнали о портале для временного трудоустройства молодежи «Работа молодым». Проект был запущен в июле 2020 года при поддержке Минмолодежи Республики Татарстан. С его помощью на сегодняшний день нашли работу более 500 человек. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс. 1 марта в Казанском федеральном университете стартовала приемная кампания для битуриентов, которая продлится до 28 июля. Все подробности смотрите далее. 1 марта в Казанском федеральном университете стартовала приемная кампания для битуриентов, которая продлится до 28 июля. Для иностранных граждан сроки подачи документов продлеваются. Они смогут занимать вакантные места по отдельному конкурсу до конца сентября. Все желающие могут подать документы дистанционно через личный кабинет или систему приема Ассоциаций иностранных студентов «Буду студентом». Личное присутствие не обязательно на любом этапе, как на этапе приема документов и прохождения внутренних вступительных испытаний, так и на этапе зачисления. Подробную информацию о том, как будут проходить вступительные испытания, абитуриенты могут получить у представителей приемной комиссии. Они ответят на любые интересующие вопросы. Для абитуриентов из стран зарубежья, которые не владеют английским языком, будут приглашены члены приемной комиссии, говорящие на языке носителя. У нас в целом обширные каналы по общению, как группы в социальных сетях, профильные чаты, личное общение по телефону, либо личное общение при посещении вуза. Более востребованными для иностранных абитуриентов стали направления медицины, информационных технологий и международного менеджмента. Очень много поступающих заинтересовано в педагогическом образовании, связанном с изучением русского языка и русской культуры. Чаще всего, конечно, это страны ближнего зарубежья, но в прошлом году у нас было очень много абитуриентов, как уже обозначил, из Китая, из Киргизии, из стран Южной Америки, Латинской Америки, из Вьетнама, даже были студенты из Америки. Подано уже более 700 заявлений. 250 из них рассмотрены и обработаны. Эти студенты могут сдавать экзамены в первую волну. Ирина Анорина, Никита Акиньшин, Универньюз. Наш телеканал продолжает рассказывать о научных открытиях в годы войны в стенах Казанского федерального университета. Следующий на очереди академик Александр Арбузов и его химические достижения. В годы Великой Отечественной войны ученые Казанского университета не только мужественно сражались за научное достояние страны, но и совершали открытия, которые стали достоянием общественности и, безусловно, помогли в борьбе с врагом. Химический факультет Казанского государственного университета под руководством Александра Арбузова развернул производство ценных медицинских препаратов. В 1941 году Арбузов синтезировал отечественную канифоль, которую применяли для пайки металлов и многого другого. В 1943 изготовленные в лаборатории Арбузово препараты диаминовтолемид использовали в изготовлении военных приборов. А уже позднее, в 1950-е годы, Арбузов разработал первое в мире лекарство, снижавшее интенсивность глаукома — фасарбин. Деятельность казанского ученого внесла поистине неоценимый вклад в развитие такого понятия дисциплины, как химию. Стоит отметить, что помимо совершенных открытий в мировом поле, Арбузов всегда старался поднимать уровень знаний Казанского университета. Уже в послевоенные годы академик возглавлял химический институт Казанского филиала Академии наук СССР, созданный в 1945 году в Казани. Карина Саяхова, Универньюс. В Азербайджане принята специальная государственная программа по получению молодежью образования в авторитетных высших учебных заведениях зарубежных стран. Она рассчитана на 2022-2026 годы. В перечень приоритетных университетов мира вошли 16 вузов России, в том числе Казанский федеральный университет. Напомним, в апреле делегация КФУ посетила Баку, где был подписан меморандум о сотрудничестве между КФУ и университетом Хазар. Он предполагает развитие долгосрочных отношений по целому ряду актуальных направлений сотрудничества. Кроме того, в ходе визита были достигнуты договоренности по реализации ряда научных проектов с несколькими институтами Национальной Академии наук Азербайджана, а также с Национальным музеем истории Азербайджана, Музеем археологии и этнографии. В стенах Института филологии и межкультурной коммуникации прошла Международная научно-практическая конференция иностранных студентов «Диалог культуры». В ней приняли участие около ста человек. Большинство учащихся присутствовали дистанционно, преимущественно из стран Азии. Основная цель студенческого научно-практического кружка – развитие у иностранных магистрантов навыков успешной устной и письменной академической коммуникации, повышение уровня мотивации и готовности к участию в различных уровнях научно-исследовательской работы. Конференция будет работать на нескольких площадках, будут работать несколько секций. Секция РКИ – русского языка как и иностранного, секция для студентов и магистрантов ближнего зарубежья. Будут рассмотрены интересные, актуальные вопросы развития контактов между народами. На этом все. В студии была Зарина Ахмадулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!